Привет, друзья! Вы на канале, где я строю мини-домик своими силами. Уже была выполнена коробка, смонтирована крыша, установлены окна и двери, сделал обшивку дома USB-листом, но это пока временно, а внутри уложил пароизоляцию. Осталось только в санузле. Вот санузла и начнем. А главная цель сегодня это выполнить стяжку пола в ванной. Поехали! Но прежде чем перейти к пароизоляции, необходимо убраться в санузле и первым делом смонтировать переливные трубы между камерами септика. Для начала надо насадить тройники на метровые трубы. При соединении труб между собой используя силиконовые смазки, но у меня такой под рукой не оказалось, поэтому использовала жидкость для мытья посуды. Все готово, теперь осталось залить септик и смонтировать трубы. Вот сюда нам надо прицепить эти трубы. Ну что, полезли вниз. Так, давайте объясню, для чего это надо. Смотрите, вот здесь у нас будут попадать наши штучки. Испражнения все вниз. Вот она вот эта вот. Здесь будет на поверхности образовываться вот этот слой бактерий, там всякая вот эта вот штучка, которая живущая. Но нам надо, чтобы колодцы вентилировались. Вот получается у нас первая камера, которую я уже показывал. Там воздушный вот этот зазорчик идет. Вернее, ну воздуховок который идет. По всей камере вот здесь сверху будет воздух переходить. С одной камерой в другую. И пойдет в дом, там где наша уже сантехника, сантуйся. И пойдет через фоновые слетки, выйдет в доме на крыше. И получается у нас все время здесь будет вентилироваться вот этот вот нехороший запах, который у септика бывает, здесь не будет. Потому что он будет из разности давлений на крышу выходить. И все время будет это проветриваться. Вот почему это и делается. А вот эти вниз трубы уходят, чтобы не нарушать вот этот вот слой, который тут у нас будет образовываться. Потому что он будет попадать вниз. И это потом все будет потихоньку подниматься. А чистая вода, вот которая снизу, будет попадать в другую камеру. Без всяких вот этих вот испражнений, всяких вот этих грязной воды. И в третьей камере, вот смотрите, тут у нас вот донный фильтр. Это водичка, которая пойдет через две камеры, оказывается в донном фильтре. И здесь уже пошла потихоньку в землю. И как говорят книжки, где-то буквально уже через метр. Ну не через донный фильтр, а там уже через грунт пройдет. Оно уже там практически очищенное все. То есть очень хорошая система, надежная. После уборки наконец-то приступил к пароизоляции. Тут нет ничего трудного. Соблюдаем только одно правило. Пароизоляцию крепим сверху вниз. Но опять же повторю, это не очень веселая работа. Нижнюю полосу пароизоляции пока не крепил, так как у меня поменялось расположение приборов. В этом месте должен был быть унитаз. И сюда сходятся все соседние трубы. А теперь унитаз переехал в это место. И чтобы все функционировало, надо смонтировать тройник под 45 градусов. Но так как у меня стяжка всего 70 мм, и если учитывать все уклоны труб, получается надо тройник опускать гораздо ниже. А вот на какую глубину еще надо подсчитать. А для этого первым делом разбираем пол, чтобы получить доступ к трубе канализации, которую мне надо будет укоротить. Решил еще спилить по руку основание двери, так как хочу сделать беспорожную дверь с постоянной вентиляцией воздуха у основания двери. После таких работ лучше всего все сразу хорошо пропылесосить. Поставил лазерный уровень, выставил свою отметку. Нашел такую нулевую чистого пола. Сейчас она где-то будет составлять 86 мм. Если мы выставляем отметку 86 мм, вот она, у нас получается, что до края трубы у нас где-то начинается 12 см. То есть нашу трубу вот эту вот надо будет опустить на 12 см, чтобы мы вышли вот эту вот в нужную нам отметку. Затем отправился на улицу, где вооружившийся лопатой приступил к откапыванию трубы. Ну вот и докопались мы до трубы, как видите. Сейчас ее достанем, отрежем и назад установим. Но тут меня ждал сюрприз. Трубу было не так легко вытянуть. Прям помучился. Очень помучился. Даже не успел заснять успех, когда эта труба подалась. А дальше отпилил трубу на в нужном расстоянии и сточил край с помощью болгарки. Осталось дело за малым. Все обратно смонтировать. Отрезаем лишние части у доски, которые ранее демонтировали, и возвращаем все на место. А также вместе с этим вырезаем крышку из USB. Проще всего ее было сделать именно из этого материала. Застилаем все пароизоляцией. Это нужно, чтобы не уходило цементное молочко. А так как все работы были проведены, закрепим последнюю полосу пароизоляции на стене. Что очень радует, так как эта работа будет закончена. Ну что, все подготовительные работы сделаны. Приступаем непосредственно к работам, связанным со стяжкой. Первым делом необходимо сделать демпферную прокладку. Но так как стена состоит из утеплителя и пароизоляции, надо сделать бортик. Решил делать из USB. USB резал по привычной схеме, при помощи направляющих. Отрезав их, быстро монтируем по периметру санузла. А так же отрезаю полосы демпферной ленты из подложки под ламинар и креплю их с помощью степлера к бортику. Далее закидываю сетку ячейкой 100 на 100. Диаметром стяжней 3,5 мм и размерами 1 м на 3. А так как у меня ширина санузла 1,2 м, необходимо было сделать нахлёст сеток. Между собой сетки крепил при помощи вязальной проволоки и шурика. Сделав это, начал укладывать греющий кабель. От стены отступал 100 мм. А шаг кабеля брал исходя из инструкции, который получился 100 мм. Кабель крепил к сетке при помощи обычных стяжек. Кабель брал на 2 метра квадратных, у меня чуть меньше. Поэтому оставшийся кусок кабеля отложу на время в сторону и уже уложу при заливке в трап. Затем смонтировал датчик температуры для терморегулятора. Его необходимо укладывать строго между греющим кабелем. А конец обязательно закрывать колпачком. А чтобы сетка правильно работала на растяжении, её надо приподнять от пола. Для этого использовал так называемые ёлочки. Кусочки доски положил, чтобы можно было ходить по сетке. По совету друга решил сразу установить инсталляцию, так как у меня небольшой толщины стяжка. А прикручивать инсталляцию к основанию деревянного пола будет надёжнее. С помощью уровня выставил инсталляцию в проектное положение. А значит можно приступить к установке направляющих. Плюшки делал из раствора на 400-ом цементе. Другого не было. А это значит, что сохнуть будет достаточно долго. Выставил лазерный нибеллер и с помощью него осаживаю профиль в проектное положение. Вот такой результат вы можете видеть на экране. Ходить было неудобно, но процесс заливки стяжки начался. Раствор замешивал один к трем. Тут ничего нового. Как уже говорил раньше, использовал цемент марки 400. Но в воду добавлял щепотку фибры и пластификатор. Ну что, приступим дальше к стяжке. Музыка. 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 ну вот прошли сутки я достала наше направляющие некоторых местах хорошо бетон бетонный раствор прошел некоторых местах есть полосе где вот арматура сейчас жидким забиваем здесь вот самое нехорошее место такое получилось поэтому если вам понравилось видео ставьте обязательно лайк всем моим подписчикам которые комментируют поддерживают большое спасибо наверное и видео этим делал если даже не то малое количество людей которые все-таки смотрит что-то комментирует поддерживает спасибо вам большое а так до скорых встреч пока